Настроим ваши комки и подключим своп-файл. Нет, то я уже подключил. Своп-файл подключили? Да, я сам занимаюсь потихоньку. Я глубокий пенсионер. Я хочу еще раз пояснить, что здесь роли-то возраст не играет. Человек может быть весьма преклонного возраста, но, как говорят по-русски, шарить хорошо. Как мастетином пишут эти художники. Ну, как шпателем, грубо говоря. Ну, понятно, понятно. Грубезное такое изображение, при том, ну, вообще безобразие полное. А на остальных, смотрю, вроде нормально. Это что, дрова? Нет, я просто вот смотрю, у вас-то компьютер, похоже, подключен через Bluetooth. Да, 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 вот это тоже вопрос. Может, из-за этого нету тонкой, да? Скорее всего, из-за этого. А, ну, ладно, гусеник. Сейчас, подождите, я попробую. Это я могу сказать, почему так. Дело в том, что у нас этот самый... Билайн, да, или как он называется? Вот у вас интернет показывает. А вот здесь вот идете на нетворк. В комке менеджере, да? В комке менеджере открываете свой... А, нетворк. И вот я выставил вам. В LAN один. Буквально в минуту. А потому что вначале у вас было вообще стояло LAN. А-а-а. И у вас вообще тут, видите, было по нулям. Затем я поставил вам Wi-Fi. Понятно, понятно. Нажал тоже по нулям. Но когда я вот сделал в LAN единичку, вот он весь, как говорится, тут красавчик и появился. А-а-а. Еще, значит, есть такая штучка. Вот что-то вам непонятное. Идете в терминал. И есть такая команда называется. И так, я по-русски так сейчас. И в конфиг. Вот так набирается эта команда. И она показывает. Проводное соединение. Обозначается как ЕТХ. Пишет, проводных соединений нет. А не получается на этом. На Билане не так. Ну, я просто говорю то, что вижу. Дальше показывает локальное соединение. Тоже пишет. Нету. Ноу. А вот в LAN-1, видите? Ага. И она ее зацепила. И написала вам Билайн. И все, что, как говорится, к этому относится. Замечательно. Это я и думал. Думаю, что это самое. Так. Теперь вот интересно. Вот эта дебиановская сборка на чем собиралась? На Амбе? Так. Дайте-ка я сначала посмотрю, что у вас. Ну, во-первых, у вас тут стоит не дебиановская. Нет, нет. Ну, я о той хочу спросить. Потому что это у меня учебная будет. Та сборка собиралась на восьмерке на дебиановской. А там, а дебианам, собственно говоря, по-моему, даже и без разницы. А АМД там или Целерон, там драйвера можно подключать и те, и другие. Есть разница. Там даже в дистрибутии, когда скачиваешь, там есть разница. Ну, тогда скажу честно, я уже не помню. Я сборку сделал, люди качают, знакомятся, там присылают. Отличательно. Я вот это для учебы себе поставил. Но мне кажется, там драйвер виноват, видеокрайвер. Давайте-ка вот сюда сначала зайдем. Пароль заводите. Так, а здесь-то какой? Юзер же. Ну, если юзер, так опишите юзер. Да, я ничего не менял. Есть. Вот здесь я хочу просто подобрать самые быстрые сервера, которые... Я шведское поставил. Правильно, наверное. Ну вот, белорусы тоже неплохо. А, белорусы еще, да? Да, пока они на первом месте у вас идут. И не очень-то хотят, да? Я шведское поставил. Ну, я почему шведское поставил? Потому что на белорусском не было Пикассо. А потом скачал эту Пикассо, что-то она мне не понравилась. На везде она прекрасно работает. А почему на Linux так плохо? Что-то она меня не вдохновила. Во-первых, криво стало. Что-то не то. Ну ладно. Ну я вам репозиторию обновил. Вот он сейчас тут показывает, что он там делает. Я вчера прикрытался, да. Ну не знаю, наверное, снесу Пикассо. На винде она хорошо работает, а здесь что-то не очень. А почему? Пикассо же она, по-моему... Это чисто для фотографий. Да я знаю, что это такое. Я имею в виду, что обычно Пикассо она прицеплена к Google Chrome браузеру. Пикассо обычно прикреплена к Google Chrome браузеру. Да, к Google Chrome. Поэтому вам, собственно... А Google Chrome тут работает как на Linux, так и на винде. Поэтому вам тут должно быть глубоко все до лампочки. Ну, в общем, нравится мне. А теперь у меня еще такой чисто виндячий вопрос. Винду. Привык же, что вирусы, вирусы. И сейчас говорят, появились и на Linux. Может, есть какая-то... Сколько я работаю, я ни разу... Неаааа... Заводите пароль. Дело в том, что Linuxoide, они свои изначальные репозитории, источники, они держат чистыми. А, ну, короче, нечего лазить по всяким порнофиг сайтам, и будет нормально, да? Конечно, да. Даже если, как говорится, ну, вот все то, что вам предлагают, оно у них в источниках. А-аа... Оно все проверено, перепроверено. Понятно. Да, плюс у вас еще имеется свой пароль на вход в корневую систему. А у Debian'а те же вот эти, те же все... У Linux'ов у них схожие принципы. Ну, просто разные принципы там упаковки и так далее. Ну, вот, допустим, Debian, Ubuntu, Mint, Zorin, они понимают в терминале команду Suda. Ну, да. А если они понимают в терминале команду Suda, то это означает, что практически те программы, о которых я говорю и рассказываю, они все могут быть установлены на эти вот Linux'ы. Ага. А вот, допустим, Arch Linux. Многие его любят, хорошая система пишут, там, красивая, быстрая. А на него SystemBug-то не поставить. А OpenSUSE такой есть, это тоже, я понимаю, отсюда? Suse, скорее всего. По-моему, нет. Вот я вам перечислил все системы, которые понимаю и на которые можно. А чем хорош SystemBug? То есть, вот я образ взял, сделал, поднастроил, допустим, образ для русских людей. Так. Сделал, значит, для англоговорящих тоже. Выложил на кладовочках. Они этот образ могут просто взять, скачать и через программу SystemBug таким же образом и установить к себе там или на раздел жесткого диска, или просто с флешки пользоваться. Ну, как им нравится. Вот и все. Ну, ясно. Я буду потихоньку это самое, или Адамскую. Там же те же репозитории, все. Да, ради бога. Ну, в принципе, если вас Linux устраивает, то что бы вам, как говорится, с ментом-то не засесть и капитально со своей фотографией на нем и не разбираться. А потому что шило, что ты мне... Ага, ну, ради бога, могу второе прислать. Потому что шило. Я вот это поставил, посмотрел, все хорошо, но не все. Давай, думаю, попробуем все-таки Linux-Lit поставить. Ну, короче, значит, я вам могу сказать по опыту, что я протестировал очень много разных Linux-ов. Ага. Значит, самыми лучшими оказались какие? Значит, линейка Linux Mint. Причем, значит, Linux Mint Sonomon хорош для компьютеров средних и новых. А Linux Mint X-Face, он хорош для компьютеров стареньких, слабеньких. Он и на новых-то будет летать. Ну, вот на стареньких компьютерах Linux Mint X-Face работает прекрасно. Ну, да, да, да. И Linux Lite тоже предназначен для работы на стареньких компьютерах. Linux Lite тоже веточка Ubuntu и тоже понимает команду суда в терминале. И тоже у него рабочий стол X-Face. Поэтому вот для компьютеров стареньких хороши Linux Mint X-Face и Linux Lite. А Linux Mint Sonomon, если у вас оперативки на 4 гигабайта и больше, ну, тут Linux Mint, как говорится, будет работать прекрасно. Если только память у вас там 1-2 гига, то Sonomon и не пытайтесь ставить. Работать будет, но работать будет медленно. А поставите X-Face или Lite, будет работать хорошо. Да нет, это тоже нормально работает. Я уже проверил. Мне только не нравится, когда перетаскиваешь, а оно так изливается. Ну, покажите. Да нет, ну, вот любое окно таскаешь, а оно изливается. Я думаю, ну... Ну, давай, давайте. Излишнее это, по-моему. Ну, вот это вот. Вот это. Вот смотрите, как легко от этого дела избавиться. Нужно ли оно, да? Показываю смертельный номер. А то многие пользователи меня уже достали. Значит, идете в меню. В меню. Идете вот сюда. Вот шестеренка. Руки уберите от клавы. А, о, понятно, убрал. Вот, шестереночка написана. Параметры системы. Понятно. Теперь, значит, находите значок, на котором написано Расширение. И вот эти дрожащие окна. Нажимаете на них, удалите с ценамона. Вот вам и всяко, говорится, ваше это самое неудобство. Конечно, оно так лучше даже. Так лучше. Ну, теперь устраивай полностью. Конечно, вполне. Мне нравится вообще. Хорошая, замечательная. Я, собственно, у меня и винда прекрасно работает. Но вот это шпионство, у меня на нервы действует, честно говоря. Мне нравится еще в Linux то, что в нем больше настроек для пользователя. То есть пользователь практически под себя может систему настроить и поставить только те программы, которые ему необходимы. А удаляются же они очень просто и корректно. Ну, допустим, смотрите. Интернет, где у вас тут? Вот. Вот вы пользуетесь командой почтовым клиентом Thunderbird? А, да, пользуюсь. У меня четыре ящика ищутся. А я почему спрашиваю? Потому что я обычно все свои почтовые сообщения я читаю непосредственно сразу на сайте. Я их не скачиваю к себе. Ну, а так, если бы не надо было... Хорошо, вот, допустим, аудио-видео. Вот. Часто вы записываете на CD, на DVD-диске? Да не, не часто. Вот имеется три плеера. SM-плеер, видеоплеер и так далее. На любом. Чего не надо? Вот. Нажали удалить. Вас еще раз спросит пароль. Сюда, понятно. И все это, корректно это дело удаляется. Замечательно. Ну, в общем, нравится мне, спасибо. Ну, все, желаю вам всего доброго, до новых встреч. Спасибо, до свидания. До свидания. И вот еще выявился еще одного диска, который только что подключили. Да, да, да. Ну, давайте мне пароли скиньте, посмотрим по TeamViewer, что у вас там приключилось. И вот еще выявилось еще одно. Вот сейчас в скайпе у меня нет изображения. Я, по крайней мере, вас вижу. А я нет. Ну, не знаю, что у вас там такое. Короче, давайте так. Запускайте TeamViewer, давайте мне короткие и длинные пароли. Длинные, 838, 003, 740. Короткие, 92, 03. Ну, я вижу ваш рабочий стол, только просто хочу сейчас посворачивать окна. Сверните скайп. Запустите программу G-Parted, вот эту. А, вот эту, да? Да. Пароль заводите. Значит, вот у вас диск SDA. Попробуйте вот нажать на вот эту вот, где написано G-FSD, 460, там, гигабайт, 70 и 76. Вот такую менюшку попробуйте. Открывается на вас или нет? А, вот эту вот? Да. Открывается у вас эта менюшка или нет? Нет. Теперь возьмите, возьмите и вставьте любую флешку в компьютер. Даже не обязательно, чтобы на флешку что-то было записано. Просто вставьте. А, не обязательно, да? Не обязательно. Хоть чистую, хоть грязную, но все равно. Ага. Сдавил. Пишет, не удалось премонтировать. Да. И почему эту флешку он пытается распознать как сидером, а не как флешку. Так, я сейчас другую поставлю. Подождите, подождите. Вы ее пока в незде-то оставьте. Я хочу вот сделать вот такую штучку, пересканировать. Так, так, так. Ага. И ты же что, да, сидером отключен. Ну, вынимайте ее, ставьте другую флешку. Вот это примонтировалось. Да. Это я делал... Я хочу закрыть это окошечко. Ага. Совсем или просто? Совсем. А, совсем хорошо. Вот видите, если уж примонтировалось, так он его и видит. Да, 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 да. А если вы, как говорится, вставили второй диск и думаете, что все нормально, значит что-то ненормально. Компьютер его не видит. Значит, примонтирование вы произвели с какими-то там огрешностями. Понятно. А как его так отформатировать? Кого его? Или отформатировать его не мог? Кого его? Диск этот второй. Так, чтобы его отформатировать, его нужно сначала увидеть. А у вас-то компьютер его не видит. Он у вас видит флешку на 14 гигабайт и видит ваш внутренний жесткий диск на 465 гигабайт. А тот, который вы пытались примонтировать, он у вас тут не показывается. Значит, вы что-то там не так вставили, куда-то не туда или еще что-то. Но у вас он просто-напросто не виден. Как только он будет виден, тогда его можно будет и отформатировать там, и разметку сделать на нем, как полагается, и прочее. Там на диске есть перевычки. Разбирайтесь сами. Тут уж я вам, как говорится, не советчик. Так. Вопрос следующий. Что еще, значит, вы хотели узнать? А вот как встать и вот это видео настраивать? Так. Я не вижу. Одну секунду дайте мне. Старый, вот в винде там. А, вот настройки есть, да. Да, это еще что-то такое. По крайней мере, сейчас я еще раз у себя проверю, я вас вижу или нет. Я вас вижу здесь у себя на скайпе. А вы здесь вроде бы как себя не видите, да? Да, да, да. Ну, погодите, не крутите. Я хочу вот открыть эту менюшку. Что-нибудь она еще покажет или ничего не показывает? Ничего пока нет. В этом окне, да, ничего пока не показывает. А может вот это отключить? Вот. Нажмите, посмотрим. Ну, по крайней мере. Не знаю, особенно. Ну, давайте-ка вот... Так. Ну, и где камера работала? Я вас прекрасно вижу. Да я понял. Нажмите, не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...